Сегодня в самом центре Екатеринбурга на улице Ваннера произошел серьезный пожар. Горело шестиэтажное здание торгового центра Успенский. Максимальная площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Людей, пострадавших от огня или дыма, не обнаружено. По свидетельству очевидцев, пожар начался в половине седьмого утра. В тот момент в здании находилась лишь служба охраны. Эпицентр пожара находился на шестом административном этаже, в пристрое, возведенном лишь несколько месяцев назад. Горели кабинеты менеджеров и высшего руководства торгового центра. В какой-то момент пламя перекинулось на кровлю здания. По второму тревожному номеру Успенский со стороны улиц Вайнера, Хохрякова, Попова окружили более двух десятков брандмейстерских команд. Автоцистерны, механические выдвижные лестницы, подразделения газовой защиты, а также штабные автомобили и микроавтобусы Центра медицины катастрофы. Подразделения прибыли вовремя, но задержка и приступить к тушению не могли вовремя, поскольку все было под напряжением. Порядка где-то 15 минут мы стояли и не могли тушить, потому что все находилось под напряжением. На данном этаже проводились строительные работы. Стояли аппаратуры, станки какие-то там, кабеля, похоже на 380, поскольку большого диаметра. После отключения электроэнергии поданы стволы. Усилия пожарных имели успех. Огню не удалось перекинуться ниже шестого этажа, то есть туда, где собственно располагаются торговые площади и весь товар. Впрочем, обида руководства магазина все равно велика. В сгоревших кабинетах находилась вся документация, договора с арендаторами, годовая отчетность бухгалтерии, компьютеры и оргтехника, и даже, возможно, деньги. Официально причиной этого пожара, вероятно, будет названа лишь завтра. Однозначно можно исключить лишнюю осторожность при проведении строительных работ и пользовании электрообогревателем, поскольку ночью никакие работы не велись, а центральное отопление в здании работало в нормальном режиме. Кстати, насчет строительства. Дело в том, что внутренняя отделка этих помещений действительно велась, и комиссия должна была принять кабинеты лишь в понедельник. Однако неофициально сгоревшие комнаты были заселены менеджерами месяца три назад, а о ремонте напоминали лишь неполностью убранный строительный мусор, да и инструменты отделочников, оставленные в коморке. Расчет за выполненные работы строители должны были получить как раз сегодня, и сделать это теперь будет по меньшей мере проблематично. Также в роли пострадавших оказались владельцы нескольких десятков магазинчиков, что арендует площадь в Успенском. Огнем их товар не был тронут, однако часть его оказалась залита водой, и все, что не было упаковано в коробки и полиэтилен, пропахло дымом. И это накануне Нового года, в пик покупательского спроса. Не мудрено, что лица реализаторов Успенского, пришедших в 10 утра на работу, были крайне озабочены. В обесточенное здание с центрального хода их не пускали, а те, у кого не выдерживали нервы, шли из черного крыльца. Разбор полетов предстоит капитальный. Очень многие лишились прибыли, на которую реально рассчитывали, и очень важен будет ответ на вопрос, по чьей именно вине случился пожар. Между тем, пообщавшись с людьми, Катеринбург оказался город небольшой, везде и знакомые. Нам стало известно, что накануне пожара, ночью в тех самых кабинетах, где утром занялось пламя, состоялась некая корпоративная вечеринка, а проще говоря, локальная пьянка менеджерского состава. Не исключено, что окурки сигарет бросались гуляющими прямо в строительный мусор, отчего все равно до понедельника все выметут. И как знать, возможно, один из таких окурков и стал причиной пожара. Кстати, в плане напоминания. Нынешнее воспламенение стало третьим крупным происшествием в этом здании, со времени, когда его покинул театр драмы. Первый пожар, спаливший бывшую сцену и даже обрушивший перекрытие, произошел тогда, когда часть помещений занимали коммерческий магазин «Фаэтон» и муниципальный театр «Балет Плюс». Затем дом на Вайнера-10 горел тогда, когда здесь уже действовал магазин «Успенский». В этом году здание претерпело капитальное обновление и достройку, но несчастья не перестали его преследовать. Самое время подумать о мистике. Может название сменить? «Успенский» — это, по сути, мертвятский. Успение, умирание, смерть. Да и предыдущее название «Фаэтон» не лучше. Мифическая планета между Венером и Марком, взорвавшаяся на тысячи астероидов. Магазин-то хороший. Жаль, что так происходит.